Обнародованы новые правила дорожного движения в Украине. Кабмин сегодня одобрил все то, что анонсировалось уже несколько недель. И снижение разрешенной скорости, и увеличение штрафов, и даже новые условия выдачи водительских прав. Презентовал эти новые правила министр внутренних дел Арсен Аваков. Теперь первые права можно будет получить только на два года. В населенных пунктах максимальная скорость движения может быть всего 50 км в час. Штраф за нарушение 3400 гривен. Штраф за вождение без прав может достигать суммы в 10 тысяч гривен. Если такое нарушение будет повторно, штраф уже 40 тысяч. Могут увеличить и тюремное наказание за ДТП с жертвами, за тяжелое телесное повреждение, или смерть человека, наказание до 12 лет лишения свободы. Все эти предложения уже на следующей пленарной неделе должна рассмотреть Верховная Рада. Кстати, обратите внимание, после трагического ДТП в Харькове, в результате которого погибли 6 человек, такие изменения правил выглядят логичными, но все-таки недостаточными. Да, обнаглевших водителей у нас хватает. Более чем достаточно и мажоров, которые считают, что им правила не писаны. Они, кстати, и новые штрафы-то легко потянут. Вот только нужны в том числе и инфраструктурные решения. Например, пешеходы на вечерних дорогах водителям часто просто не видны, из-за слишком тусклого освещения. Да и дороги в Украине пока настолько дырявы, что водители просто вынуждены опасно маневрировать. И вообще без видеофиксации новые правила будут обходить точно так же, как обходят и нынешние. Ну что ж, посмотрим, будут ли депутаты обсуждать еще и это, а не просто штрафы. Ну а что политики уже, кажется, откровенно боятся решать, так это проблему евроблях. В коалиции обещали еще до ноября принять законопроект, который сделает легальными сотни тысяч завезенных из Европы машин. И пока депутаты медлят, фискалы действуют. Уже договорились с Литвой о расследовании законности ввоза в Украину машин из этой страны. Не отстают и суды. Уже не первый раз появляются новости о штрафах в несколько миллионов гривен за евробляхи. Скольким украинцам придется платить такие штрафы? И почему все-таки законодатели медлят? Выяснял Алексей Пшемыский. Небольшой рынок возле одной из станций метро на окраине столицы. Здесь можно купить бытовую химию, овощи, фрукты и машину. Вот такую или даже такую. Здесь продают так называемые бляхи от польского слова номер. Автомобили на европейских номерах. Вы тут продаете машины? Нет, тут сидим так. Сидите? С спортивного интереса, да. Да, и как? Нормально. Успешно? Просит не снимать. Говорят, клиентов распугаем. Без комментариев. Новая, старая, дешевая или класса люкс. Выбор на любой вкус. Разбитый Гольф или Ауди. Здесь можно приобрести всего за тысячу две евро. Эти же машины с украинскими номерами стоили бы в два-три раза дороже. Украинская машина стоит примерно X5 и сколько? 18 стоит. Значит, такой стоит 9. Полцены дешевле. Потом полиция не остановит? Можно ездить? Так поедем, покатаемся, посмотрим. Вот человек катается, вроде не останавливается. Такие автомобили в Украину завозят иностранцы. Прямо на рынке вас впишут доверенность. Возьмут деньги и отдадут ключи. Стать евробляхером можно за несколько минут. Но к машине на бляхе бонусом можно приобрести и судебные проблемы. Именно так произошло с жительницей Одессы Светланой. Ее историю на днях рассказали журналисты. Два года назад она купила элитный внедорожник Cadillac Escalade. С литовскими номерами. Однако вскоре ее остановили полицейские. Машину отвезли на таможню. И выписали женщине рекордный штраф. 3 миллиона 600 тысяч гривен за езду на нерастаможенном авто. Сейчас машина на штрафплощадке. А Светлана пытается доказать свою правоту в суде. Сегодня в государственной фискальной службе отчитались об очередном ЧП. Гражданина Литвы, который вез в Украину Мерседес, оштрафовали на 3 миллиона 300 тысяч гривен. Оказалось, что у него есть и украинский паспорт. Да и живет владелец авто постоянно в Украине. А значит, ввозить машину без растаможки права не имеет. На защиту Евробляхеров стал губернатор Закарпатия Геннадий Маскаль. На днях он разрешил всем водителям таких машин с местной пропиской ездить по области в течение одного года без растаможки. Я переклався на Конституцию. Переклався на то, что тот же пленум Верховного суда кашет. Если есть закон Украины и есть международный правовый документ, который соперечит закону Украины, то он, ратификованный Верховной Радой Украины, как Стамбульская конвенция, то он имеет наивысшую силу. Государственные фискальные службы такому удивились и уточнили. Решение носит сугубо рекомендательный характер. Но юристы уверены, теперь перекупщиков станет еще больше. Я думаю, что народные умельцы, которые захочут на этом служить, они будут ехать в Закарпатскую область, получать так называемую прописку. Митница будет ссылаться протоколы про порушение митных правил. И, конечно, граждане будут сказать, что это все в судах. И у нас будут суды завантажены еще больше и количество справ о порушении митных правил. Дел уже немало. В последнее время новостей о крупных штрафах для владельцев авто с евро номерами все больше. Штраф на полтора миллиона гривен в Черкасах. 400 тысяч в Киеве. На 600 тысяч в Одессе. Во всех этих случаях машинами с литовскими или польскими номерами украинцы управляли по доверенности. А значит, штрафы незаконные, уверен юрист. В данном случае до административной ответственности протягается лишь особа, которая совершила везение. Таким образом, граждане Украины, которые не везли этот транспортный способ, не могут протягнуться до ответственности за порушение митного режима тимчасового везения. Иван юрист фирмы, занимающийся ввозом в Украину авто с евро номерами, оформленными на иностранные фирмы. Продавцов блях на рынках коллегами не считает. Уверен, завозить по доверенности нельзя. Ведь в случае ДТП такой водитель может просто сбежать. И кто был за рулем, ни полиция, ни таможня не установят. Внести ясность ситуацию с евро номерами может Верховная Рада. Там лежат уже 23 закона проекта о полной или частичной легализации бляхеров. Но вот в ассоциации автоимпортеров уверены, принимать их не станут. Ведь в бляхе прибыльный бизнес. За свои услуги перекупщики берут не менее тысячи евро. Активисты говорят, что 2,5 миллиона автомобилей. Умножьте, даже по минимуму взять, тысячу евро на 2,5 миллиона украинцев. Это украинцы за прошлый год, или за этот, выдали налом 2,5 миллиарда евро. Почти 80 миллиардов гривен. И заплатили не за машины, а заплатили за услуги. Да за эти деньги полу Верховной Рады можно купить. И тогда мы удивляемся, почему нам не уменьшают налоги. Вместо легализации в ассоциации предлагают отменить налоги за растаможку всех авто. Я категорический противник каких-то игр и легализации именно евроблях. Но я сторонник отмены или значительного уменьшения налогов на импорт автомобилей, и на новое, и на БУ, но для всех украинцев. То есть сделать не 10%, как сейчас, а нулевую пошлину. Пока все спорят, что же делать. Из-за бума евро номеров Украина уже рискует приобрести дурную славу. Власти Литвы на днях пообещали начать расследование. Как у нас оказались почти 60 тысяч машин с литовскими номерами. А в немецком городе Галле правоохранители затяжали трех чиновниц, которые занимались занижением возраста автомобилей, предназначенных для продажи в Украине. Алексей Пшемыский, Сергей Ведмить. Подробности недели. Телеканал Интер. И сегодня же в Харькове под зданием местной налоговой на митинг протеста собрались несколько десятков владельцев евроблях. Активисты гражданского объединения Автоевросилы выступают против первых судебных решений о штрафах за них. Подобные митинги обещают и по всей стране. Продолжение следует...